В Самаре обновляют дорожное покрытие, на участке улицы Нововокзальные работы ведутся на средства нацпроекта безопасной и качественной дороги. Подрядчик обновляет 700 метров автодороги в границах улиц Старозагора и Фадеева. Здесь уже заменены бортовые камни и люки дождеприемников, а также оборудованы пандусы для маломобильных граждан. Сейчас ведутся работы по укладке верхнего слоя покрытия. Ремонт участка – результат активной гражданской позиции жителей района. Состав «Крыльев» пополнил атакующий полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. В самарской команде Дмитриев будет выступать под номером 28. Ранее спортсмен играл в составе «Ленинградца». Там он провел 48 матчей, забил 11 мячей и произвел 13 результативных передач. В 2023 году Игорь перешел в Екатеринбуржский Урал, за который сыграл 37 матчей и совершил две голевые передачи. В Самарской области в самом разгаре арбузно-дынный сезон. Как бы ни были вкусны эти летние лакомства, переедать их нельзя. Идеальная порция арбуза или дыни составляет 2-3 ломтика или 400-600 граммов. При этом существуют дополнительные ограничения для беременных и кормящих женщин, а также для детей. Большее количество сытной мякоти человек при достаточно сбалансированном питании не способен съесть. Невролог рассказал о первых признаках скрытого инсульта. Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижение слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизод нарушения речи, говорят врачи. Специалисты отмечают, что кратковременное онемение конечностей может указывать на очаг ишемии в мозге. Для определения точного диагноза нужно обратиться к врачу. Стало известно, как российские офисные работники отдыхают в свой обеденный перерыв. Поесть в течение временного отдыха удается не всем. Каждый пятый респондент утверждает, что обычно не может отвлечься от своих обязанностей и продолжает трудиться. Успевают пообедать только 7 из 10 опрошенных, рассказали аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. Во время перерыва 29% работников обычно гуляют, 26% сидят в соцсетях, 18% идут в магазин и еще 8% занимаются разминкой и спортом. Вместе с тем 7% опрошенных дремлют или медитируют, 6% читают или занимаются онлайн-шоппингом. Каждый 20-й играет в компьютерные игры, а 4% смотрят фильмы и сериалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова